Диспетчер, это пилот Росголд Студио. Дайте разрешение на посадку. Диспетчер, повторяю, это пилот Росголд Студио. Ответьте. Саныч, что случилось? Почему он молчит? Я не знаю. Ладно, выбора все равно нет. Садимся так. Относительно недавно мы обозревали карту ГМ Радмерш, где раскрывали тайны Блю Пайнса и изучали сюжет, выходя на секретные концовки. 14 июля вышел ремастер от ГМ Йорк. Новая карта от того же автора. Отметим хорошо проделанную работу, ведь карта действительно стала выглядеть свежо. Также местность стала больше приближена к реальному городу, улучшенная детализация и многое другое. Однако, не все так просто, как кажется на первый взгляд. Мы продолжаем расследование инцидента 24 июля. И на этот раз мы собираемся раскрыть всю правду, а также найти виновника. Мы, как и всегда, начнем с небольших секретов и прочих посалок, что расположены в разных уголках карты. Начнем с граффити. В разных частях города присутствует граффити «Цой жив». Без этого никак, сами понимаете. Также отметим граффити с отсылкой на GTA San Andreas, статуя Фредди Меркури, ну и так далее. Единственное, что нас заинтересовало, вот это граффити. Их достаточно много, и у нас было предположение, что темный силуэт как-то связан с силуэтом из видео на странице мастерской. Продолжение следует... В Йорке присутствует Констракт Инк, о котором мы поговорим чуть позже. С этой компанией связано множество секретов, но пока что мы можем отметить эти куклы, родом из ГМ Констракт. В этом городе существует метро. При детальном рассмотрении можно найти эту дверь. Настоятельно рекомендую понизить громкость. Да, классный скример. Напоминаем, что, как и ранее, в этом городе разбросано множество газет. Этого же мужчину мы можем найти на первоапрельской газете. Огромный человек в океане. Я имею ввиду, что я сидел и пил пиво на пирсе Хоу-Бич, когда внезапно из океана вышел огромный черный мускулистый мужчина. Своим танцем он начал манить меня к себе, и я прыгнул с пирса в воду, а потом оказался в больнице. Он определенно был, сказал свидетель. Можно было бы подумать, что все это шутка. Однако, на оригинальной версии карты мы можем встретить Рикарда Милоса, о котором и говорилось в газете. Баннеры с президентами и другие отсылки к Радмерджу. Чифон, упавший в воду торговый автомат и многое другое. И тут никого нет. Что происходит? Тут газеты недельной давности. Кажется, тут давно никого нет. Надо изучить газеты, может что узнаем? Как и на этой, так и в предыдущей карте присутствует множество газет. Пока что мы отметим те, что отсылают к каким-то местам или событиям, не имея глубокого характера. Начинается строительство башни конфедерации. Башня конфедерации станет самым высоким зданием в штате Йорк. Его высота даже превысит высоту знаменитых башен-близнецов в Биг-Сити. Запланированный срок строительства здания, заявленный подрядчиком Construct Incorporated, составляет 5 лет. И действительно, это здание куда больше, чем башни из Биг-Сити. Настолько, что на верхушку нельзя залезть. Убийство на острове Радмердж. На острове Радмердж, недалеко от города Блю Пайнс, происходит серия чудовищных убийств. На данный момент насчитывается 6 жертв. Ряд судебных экспертов направляется из Йорка в штат Радмердж для дальнейшего расследования этого дела. Данная статья нас отсылает к карте Грэм Радмерджа и к тем событиям, что происходили на ней. Если же вы не видели историю Радмерджа, то обязательно тыкните по подсказке вверху. Надпись сверху. Абсолютно некоррумпированная газета. Газета York Times. Выборы президента Соединенных Островов Америки. Во второй тур выборов прошли два кандидата. Великий ученый Уоллес Брин, гений мыслей и автор 500 научных работ, и некий сотрудник ФБР Джордж Мэнси. Первые дебаты состоятся 20 июля, а сами выборы начнутся через 5 дней. Мы получили еще больше информации о кандидатах в президенты. Странно только то, что президента Уоллеса Брин выделили особым способом. Его достижения отметили жирным шрифтом, изображение цветное. А вот Джордж Мэнси преуменьшили в значимости. Также стало известно, что Джорджи связан с ФБР. Ведь если сократить имя Джорджи Мэнси, это Джимен. Что также может отсылать к Government Man, человек из правительства. Что за Гринко? Ты не помнишь? В Радмерджи было. Нет, а что это? Кажется, просто компания по электроэнергетике. Интересно. Кстати, ты слышал, что про них раньше говорили? Нет, не слышал. Короче. Гринко Энерджи. Это промышленная компания, которая специализируется на электроэнергетике. Ранее мы встречались с ней на карте Радмердж, но лишь в мелких деталях. Теперь же мы можем найти целый завод Гринко Энерджи. Но не все так просто, как кажется. У автора есть одна очень интересная карта, выполненная в стиле игры Fallout. Возможно, у вас возник резонный вопрос, а при чем, собственно, тут карта Вестланд? Отвечаем. В Йорке можно найти газету, датированную 9 июля. Газета York Times. Взрыв на атомной электростанции в Чарльстауне. Сегодня в 8 часов 21 минуты утра в округе Чарльз, штат Йорк, произошел взрыв второго, а затем первого и третьего энергоблоков электростанции Гринко Энерджи. Мощный взрыв разрушил Чарльстаун и его окрестности. Взрывная волна достигла даже Йорка. Уровень радиации превышен во всем штате в 4-7 раз. В настоящее время готовятся работы по спасению выживших и полной изоляции округа Чарльз от внешнего мира. Не выходите на улицу, дождитесь полной дезактивации Йорка и его окрестностей. При ухудшении самочувствия обращайтесь за медицинской помощью. В газете прилагаются две фотографии с места событий. Из этого мы понимаем, что происходит на картах Вестланд. Причиной разрушенного города стал взрыв завода Гринко Энерджи. Кто-то из вас скажет, что взрыв чистая случайность, такая же, как на Чернобыльской атомной электростанции. Тут есть один интересный документ. Планируемая работа Гринко Энерджи в июле. 9 июля. Испытание на Чарльстаунской атомной электростанции. Систематическое снижение мощности при обесточивании главного здания. Тут мы видим, что 9 числа планировались испытания. Все выглядит как несчастный случай, но запомните этот момент. 11 июля. Испытание на Йоркской атомной электростанции. Проверка резервного генератора. Сброс радиоактивной воды в Атлантический океан. 11 июля датирован заброс химикатов в океан. Недалеко от завода мы найдем такие бочки. Подойдя к ним, мы начнем получать урон от радиации. Казалось бы, компания, что позиционирует себя как источник экологической энергии, но все оказалось немного иначе. 13 июля. Испытание ветряной турбины округа Радмердж. Замена лезвий. Проверка резервного генератора объекта С1. Смотри, это же те гномы. Точно. Где-то мы их видели. Да все там же, в Радмердже. Да, но что с ними? Да там они же мир захватывать хотят. Строят общество. Э, чего? Я тебе говорю, я видел. Так, успокойся. Давай пойдем и кое-что проверим. Заодно я тебе расскажу про них. Чомски и Ко. Компания, которая делает садовых гномов. В видео про Радмердж нам пришлось познакомиться с ними. Однако тогда мы восприняли все это как удачную шутку. С выходом Йорка, правда, оказалось еще мрачнее. В странице мастерской есть отдельное видео, посвященное гному Чомски. Чомски и Ко presents you a brand new product. Чомски гном. Look at him. He's so incredible. He can stand in your garden. Might even be a friend. That's not normal, but... Anyway, bye now. And you will never be alone. Never. Однако мы вернемся к Йорку. В городе висят баннеры с рекламой этих самых гномов. В городе, кстати, мы можем найти вот такой QR-код. Отсканировав его, мы попадаем на опрос от компании Чомски и Ко. С виду опрос выглядит вполне обычным, но... Будут несколько тревожных вопросов. Само здание Чомски и Ко выглядит уж слишком потрепанным. Старым, полуразрушенным. Словно нет никому дела до его ремонта. Впрочем, в него, кстати, можно зайти внутрь. На полу будет лежать следующий документ. Конфигурация продукта Гном Чомски-1. Продукт должен в себе содержать 50-герцовое записывающее устройство, расположенное в брюхе модели, 2-мегапиксельную камеру в глазах модели, самозаряжающуюся батарею, расположенную за устройством записи звука, девайс для передачи данных на ближайшее приемное устройство, расположенное в головном уборе модели. Конфигурация продукта Гном Чомски-1А. Базовая модель Гном Чомски, но увеличенная, аниматронной, со звуковыми эффектами, играет роль приемного устройства. В случае подозрения, модель выделяет галлюциногенный газ HAL-GEN-2. Основное движение производится при помощи вибрации. Как мы понимаем с документа, Гномы – это устройство для слежки. Но кому и зачем это нужно? На этот вопрос мы ответим чуть позже. Также становится понятно, почему мы видели то видение на карте Радмирш, а также почему Гном пропал из нашего поля зрения. Чомски содержит в себе страшную правду. По сути, Гномы – это те, кто будут следить за вами и знать ваши секреты. Но это не самое странное, с чем можно столкнуться. В метро можно найти вот такую дверь. Мы встретим ряд помещений, но если хорошо поискать, мы найдем секретную комнату. Войдя внутрь, можно найти вот таких вот пять Гномов. На стене висит карта с пятью разными отметками. Мы расспросили автора карты и взяли у него интервью. Если хотите, можете посмотреть его по подсказке выше. Там будут ответы на некоторые вопросы. Что это за компания? Мы же в бункере видели их продукцию. Ты про физганы и тулганы и вот это все остальное? Да. А это интересно. Давай зайдем. Может, найдем что интересного? Констракт Инкорпорейтед. Компания, которая специализируется на передовых научных технологиях под руководством Гарри Ньюмана. На карте можно увидеть два QR-кода, в которых нам становятся ясны аспекты работы физгана, разработанного этой компанией. Манипулятор с материалами. Версия 2. Тесты пройдены. Никаких изменений не требуется. Генератор гравитационного луча. Кристалл Даркия. G-модификация. Комбинированное устройство для высвобождения луча. В документе упоминается кристалл Даркиум. Во втором QR-коде мы можем понять, что это за кристалл. Голубоватый минерал. Очевидно, внеземного происхождения. Наполнен темной материей. Невероятный источник энергии, но крайне нестабилен. Может взаимодействовать с гравитацией и изменять окружающую реальность. Способность дезинтегрировать материю. Самая стабильная модификация на данный момент модификация G, разработанная командой Гарри Ньюмана. Она обладает и другими свойствами, на которые необходимо изучить. Передовые разработки... Текст обрывается. Из этого ясно, что Констракт Инк занимается простой научной деятельностью, но... Все ли так просто? Если хорошо поискать метро, можно найти вот такую кирпичную стенку. Через нее никак не пробраться, не используя науклип. Пройдя дальше, мы можем найти вот такой разрисованный бункер. На рисунке изображен игрок, владеющий силой полета и устройствами Констракт Инк. А сам бункер также появляется на карте Вестленд и Радмердж. Доложите начальнику отдела развития компании Констракт Инкорпорейтед. Мистер Оквилл, я думаю, что строительство правительственного бункера прямо в метро не очень перспективно. У граждан возникают некоторые вопросы. Лучший вариант прекратить строительство в Йорке и перенести его в малонаселенный округ Радмердж. Л. Эшли. Только для передачи в узких кругах. Тут становится ясно, что бункер, который мы видели в Радмердже, изначально планировался в Йорке, но из-за подозрений его строительство перенесли. Также можно найти документ, в котором мы узнаем про еще одну разработку Констракт Инк. Техническое описание оружия типа Клинап и появление некоторых проблем. Когда боеголовка взрывается, появляется голубоватая волна при испытании на высоте около 100 метров, при реальном использовании возможно до 15 километров. Все, что находится в радиусе поражения, разделено на субатомные частицы, за исключением природных объектов и зданий. Радиус поражения крайне неуправляем, и с увеличением моей головки он увеличивается в геометрической прогрессии. Согласно расчетам, тимолекулярная волна может обогнуть земной шар около двух раз. На данный момент реальные тесты крайне нежелательны. Проведите дополнительные расчеты и небольшой тест. Отправьте отчет о дополнительных сроках разработки. Тут мы понимаем, что речь идет о каком-то оружии, о полной очистке карты. Именно это и происходило в Радмердже. Однако, страшная правда раскрывается в другом документе. Доложите начальнику отдела развития компании Констракт Инкорпорейтед. Мистер Оквелл, в настоящее время состояние оружия типа Клинап крайне нестабильное. Я не уверен, сможем ли мы провести испытания даже на полигоне. Радиус повреждения полностью вышел из-под контроля. Мы работаем над этим, но нам нужно больше испытаний. Доктор Энди. Полная чушь. Не может быть и речи о дополнительных условиях. Все должно быть готово к 25 июля. Контракт с правительством очень жесткий. Вы сделаете все возможное, чтобы это дерьмо работало так, как должно, к назначенному сроку. Джордж Оквелл. Только для передачи в узких кругах. Теперь мы знаем причину, почему же все люди в городе исчезли. Доктор Энди отмечал, что испытания необходимо перенести, ведь оружие нестабильно. Однако начальство в лице Оквелла отказалось от этого и утвердило, что испытание будет проведено в назначенное время. Из-за чего и случился тот самый инцидент. Я не понимаю, что все это значит? Смотри, там за газировкой что-то есть. О, точно! Реально что-то есть! Думаете, это конец? Помните, мы говорили про деталь в бункере с гномами? За автоматом с газировкой от Моршоу мы можем найти QR-код, который ведет нас на документ с флагом Соединенных Островов Америки. Тут скрытым текстом есть зашифрованная ссылка. Если использовать шифр Цезаря, то мы получим ссылку на еще один документ. Соединенные Острова Америки. Федеральные проекты. Проект Тринити. Цель. Использование трех участников конгломерата для экспериментов над жителями. Главная задача. Полное покрытие и участие в эксперименте простых граждан. Выдача эксперимента за стихийное бедствие или несчастный случай. Green Company Energy. Руководитель компании De Brown. Основная сфера влияния электроэнергия. Основное участие проект Смерть Чарльз. Совместно с компанией Construct Incorporated. Основная задача. Саботаж на атомной электростанции в Чарльзтауне, штат Йорк. Проверка выживания человека в условиях ядерного апокалипсиса. Проверка противорадиационных бункеров. Выдача информации об аварии. Чомски Энко. Руководители компании Чомски. Основная сфера влияния бытовые потребительские товары. Основное участие проект Глаз Творфа. Совместно с компанией Construct Incorporated. Основная задача Массовое наблюдение путем записи аудио, видео с использованием модели Gnome, которая пользуется широкой популярностью. Последующая передача информации в соответствующие органы и ее обработка. Construct Incorporated. Руководитель компании Гарри Ньюман. Основная сфера влияния передовой научной технологии. Основное участие проект Клинап. Требуется информация. Дополните отчет не позднее 26 июля. Теперь же мы понимаем, что на самом деле Чомский, Гринко и Construct Inc. это все один федеральный проект под названием Trinity. Все эти организации, что хранят в себе свои секреты, тесно сотрудничают друг с другом и находятся в распоряжении правительства. Задача Гринко Энерджи устроить саботаж на атомной электростанции. Как мы помним, с этим они прекрасно справились. Карта Уэстлен тому подтверждение. Задача Чомски наблюдение за людьми. Гномы Чомски могут наблюдать, использовать газ и двигаться. Идеальное средство для слежки. А вот задача Констракта? Хм, информации нет. Ведь она должна быть не позднее 26 июля. Однако, основным проектом числится Cleanup Project. Мы знаем, что их проект был создан и все-таки использован. Жертвами стали Йорк и Радмердж, из-за чего города и пустуют. Вспомним записи доктора из Радмерджа. Судя по всему, он выжил после взрыва. Он отмечал, что после этого события появились люди с необычными способностями. Мы отметили, что это игроки, обладающие возможностью спавнить предметы, летать и так далее. Это означает, что те, кто исчез, были простыми NPC, а выжившие игроками. Это, в принципе, объясняет лор всего Гаррис Мода. Откуда у людей устройства, способности и так далее. Но, что дальше? Другой QR-код это фотография никого мужчины. В углу указана дата 1800, а дальше не видно. В общем, фотография старого происхождения. Это погружает нас в лор очень глубокий и проработанный лор данных карт. Последний QR-код мы не можем показать в связи с правилами YouTube, так как с содержимым данного ролика нам могут выпилить видео. Делайте все на свой страх и риск. Отсканируйте QR-код и смотрите. В скором времени автор выпустит ночную версию карты, где завершит историю данной вселенной. Не забудьте оценить наше интервью создателем карты, оно очень интересно. Ну и, как всегда, обязательно заходите по ссылке в описании и поставьте лайк карте. Ремастер Йорка вышел действительно классным и годным.